Там голосовали, все это было очень активно. А сейчас уже опять точно как представлено, пачками вот те, которые сидят там на участках, толкают туда эти... Я уверен, что там за меня кто-то проголосовал. Вы сидели в Мордовии, в Терне, 4 года. Ваш сын осужден, ну, 24 года. А ваш старший сын дал гердол. Это чеченские по ингушке слова соболезнования. Он был верующим человеком, только за это был убит. И за то, что он не сбежал в Европу, а остался со своей семьей. Я вам очень сочувствую. В вашем лице печаль. И когда я рисую, по-моему, она получается. Ну, эту печаль перекрывает ваше мужество. Мне бы хотелось, чтобы наш Кавказ и народ России увидел вас и осознал многое в том, что с ним произошло. Невзирая на власти, надо постоянно общаться. Это раз. И во-вторых, надо открыто выступить против власти за мир. Надо перестать бояться. Вот, надо перестать бояться. И открыто говорить, я не хочу, я автомат. Я, вот, убитый мой сын, вы знаете, Алла, его просто вытурили в лес. У него шестеро детей. У него красавица была жена. Он трудяга. Он такой дизайн был, дизайнер, понимаете, от природы. Ага. Он учился в Грозном, на четвертом курсе, художественном. Он был талантливейший мальчик. Его вытурили в лес. Вытурили, насильно вытурили. Не хотел он туда идти. И вот то, что сейчас происходит с чеченскими, ингушскими, там, кабардинскими, другими мальчиками, их вынуждают брать в руки. Надо, знаете, что? Надо, чтобы российские войска ушли вместо своей дислокации. Ничего больше не надо. А своих людей мы потом остановим. Это буквально, чтобы сделать, вот, например, в Ингушетии МИР, нужен два месяца. Чтобы вот эти эскадроны смерти ушли домой, в Москву. Если там у них есть дела такие, пускай там делают. Ага. Здесь вот так. Войска свои, пограничники, конечно, они должны на границе стоять. Вот, солдаты должны находиться в своих казармах. Ага. Они с автоматами бегать по назрани. Так. Вот что нужно им. И все. А своих мы потом уже остановим. А как остановить? Из него полят в автоматы. А я ему говорю, нет, ты не защищайся. Так не бывает. Так. Ингушская, чеченская пословица. Даже мышка кусается, когда... И последний мой вопрос. Иса Аюбович, что вы пожелаете всему Кавказу? Я желаю и Грузии, и Ингушетии, и Чечне, и всему Кавказу, как ингуши говорят, Шинфордию, Междоморье. Вот этой стране между двумя морями, чтобы здесь был мир. Наша беда в том, что между нами, как забор, стоят вот эти горы. Ага. И мы практически не знаем, вы не знаете то, что действительно происходит там. И мы не знаем то, что происходит у них. Нам надо общаться. Нам надо общаться. Постоянно общаться. Не надо смотреть на политику. Нам не надо политики. Наша политика – это гостеприимство, хепсоль гостям, это братство, это дружба, это, может быть, родство. Родниться надо. Родниться надо. Дай Бог. Дай Бог, чтобы на нашу Родину опустил Божья благодать. В понятии мира. Вот дай Бог нам всем мир. Субтитры подогнал «Симон» Когда Аллах создавал нашу землю, Он укрепил ее среди бушующих вод горами, как клубок шерсти спицами. И горы под землей больше, чем наверху. Иса Кадзоев написал 20 книг, а свет увидел только 7. Иса такой же, как эти кавказские горы. Символ непокорности, самопожертвования, непримиримости. Он талантливый и светлый человек. И еще один цветок на расцветающей яблоне древа жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова